Диванчик симпатичный, цвет у него красивый. Называется Алекс. Такой Диван похож на вязаный, но у него фактура даже вязаная. Выдвигается вперед. Пуф такой прикольный, но попа должна поместиться. Там еще шкафы есть, но у нас он должен поместиться в спальню. Вот такие вот диваны. Можно сделать не кожзан. Можно бока сделать или из кожи, или из ткани. Также выдвигается вперед сюда. Это вот мы смотрим в спальню сына. Хочу вам показать пустую комнату. Все, мы разобрали вещи здесь. Герки пришли. Вот вас-то я еще и не звала. Кстати, нужно их будет искупать. Вчера хотела искупать, но не стала искупать, потому что дождик был. Пойдешь гулять, все равно запачкаются все, как поросята. Да, Мишка? Мишель. Мишель. Скажи гулять, да? Да. Гулять мы любим. А, что я пришла показать? Вот здесь вот будет стоять диван. Здесь у нас стоит микроволновка. Куда-нибудь ее на кухне нужно пристроить, еще не знаем куда. У кого? Где микроволновка в небольшой кухне? Скажите, девочки, пожалуйста. Потому что в большой у нас там была кухня больше. Вот куда? В этой кухне здесь микроволновку. Куда ее поставить, я прям не знаю. Вот здесь вот должен быть сегодня диван. Привезут его нам. Будет здесь стоять. Интересно, камера реагирует на вот эти обои. Мигает так как-то. Угол пустой. Покажу, когда уже будет здесь стоять диванчик. Фирма привезет, поднимет на восьмой этаж. Поднятие дивана будет стоить каждый этаж 200 рублей. Преимущество восьмого этажа. На первом вообще бы ничего вам не стоило. На втором получает 400 рублей. А вот на восьмой, считайте, 200 рублей. Восьмой этаж, каждый этаж. Покажу вам, как здесь уже будет стоять диванчик. Здесь комната сына Александра. Он захотел такой диван. Я ему просто фотки, видео скидывала. Он говорит, хочу вот такой и выбрал. Так, давайте посмотрим, что нам там привезли. Машина приехала и привезла нам диван. Ну, не нам, сыну. Вот такая вот машина. Хорошо, ничего не мешает. Никто не стоит, но ветер дует. Пойдемте встретим. Это я с балкона смотрела. Девчонки довольные. У нас еще в гостиной не все прибрано, убрано. И вот камин, мой любимый камин. Здесь еще не все убрано, прибрано, но все уже более-менее хорошо. Жизнь, как говорится, налаживается. Вдох. Девчонки. Жизнь, как говорится. Вдох. 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 Продолжение следует... Ты цвет пока не хочешь посмотреть? Цвет? Ну, цвет. Занесли нам мебель. Будут собирать. Посмотрим, что за диван. Собаки лают неистово, потому что чужой в доме. Вот, посмотрим, как качество, как сборка. И уже вам скажу, кто живет в Саратове советовать или нет эту компанию. Но при покупке мы хорошо все посмотрели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, тихо, тихо, девочки Вот упаковка всего-навсего вот такая вот Мишель, Мишель Сразу же, вот маленькая собачка, но все равно хранник Вот в такую вот упаковочку было упаковано наш диван Вот видите, ну обычная прозрачная пленка Ни пупырка, ничего Ну потому что здесь бьющегося ничего нет Поэтому Поэтому как бы ничего и не нужна никакая пупырка Так, вот диван Сейчас я уберу подушки Ну как же, разве без вас можно что-то сделать? Если убрать подушки Постельное место получается вот такое вот Я высылала Александру Видео и фотографии диванчика Он сказал, мама, бери, пойдет Вот это вот любимое слово, знаете, мальчишек Пойдет Шоколадный цвет Так как у него здесь цвет венге Получается пол И диванчик Мишель, конечно же, сразу облюбовала Да Подлокотники жесткие Там были и мягкие, и жесткие Какое вы хотите Выбрал сын жесткий Говорит, тут удобно поставить, допустим, телефон Смотреть что-то Или положить салфетку и поставить чай, кофе Жесткость, знаете, хорошая жесткость Вот садишься Садишься и Ну так Не мягкий, не проваливается он Средней жесткости Ну для меня жесткий Хотя вот Александр сказал Ну муж Саша Сказал, что он Жесткий Средней жесткости Для меня жесткий Но мне нравится он Потому что он такой, вы знаете, нерыхлый Не люблю я рыхлый диван Он который садишься и проваливаешься И попа куда-то уходит До самого пола Так, здесь есть места хранения Что мужу понравилось Что сыну понравился Вот такой столик Видите, столик Снизу можно тоже что-нибудь поставить Но я думаю, ничего туда не надо ставить Чтобы не был хламовник какой-нибудь Просто пыль протирать и все Столик Столик тоже замечательная вещь Можно поставить ноутбук И сидя, допустим, что-то смотреть Можно положить книги Сейчас молодежь редко читает книги Но сын у нас читает Любит книги читать Различные книги Потом Приедет, покажу Какие он любит читать Ну, различные Ну, конечно же, не научные какие-нибудь Нет Любит фантастику Любит литературу такую Легкую Так, ну что И подушки Александр Михайлович Это я своего мужа зову Он кофе пьет Вы посмотрите на него Я здесь Я воюю с диваном А Александр пьет кофе Получаю удовольствие? Ну, мужчины у нас любят кофе Мы вообще очень много схожи во всем Сейчас я соберу его Сын любит кофе Я люблю кофе Муж любит кофе Сестра Ну, иногда пьет кофе Иногда нет Итак, давайте Соберем его Ага Кого-то сейчас Уберут Тихо, тихо, тихо Аккуратно прищемишь Быстро, быстро, быстро Ой, довольные Что-то новое Запахи новые Да Подушечки Вы знаете, мы смотрели Подушки были Вот такие вот Плотные Ну, жесткие, да Вот они Нерыхлые И были такие Рыхлые Мятые Ну, они сделаны Как мятые Короче, мне не понравились Потому что они Вот эти Сжатые Такие все Ну, короче Мне не понравились Я сыну Выслала видео Он посмотрел Говорит, они что БУ? Я говорю, почему БУ? Он говорит, ну, потому что Такие вот Такие помятые Подушки Что жуть Ага Ага Вы посмотрите Мужчина уселся И буду смотреть Телевизор Нет Это комната сына Так что не будешь В его отсутствие Ну, понятно Вот можно постелить Можно просто какую-нибудь Маленькую Под кружку Кстати А мне удобно Сюда ноутбук поставить Вот Вот я говорю, да Ноутбук Но не тебе Ты будешь На своем рабочем месте Нам здесь Со сладкой Очень удобно У нас еще Не повешенная Ни тюль Ни гордины Не хочу сейчас Их вешать Потому что Все равно Еще мы Не распаковались В полной мере Чтобы, знаете Не было пыльное Я хоть Их и снимала И стирала Но Вот перед тем Как повесить Хочу еще раз Постирать Чтобы было Все прям чисто И аромат был Чистоты Так Место хранения Покажите Пожалуйста Будьте так любезны Нужно убрать Подушечку Да Одну Вот Вот смотрите Это очень удобно Ну для нас А что там лежит Вот я вижу Там что-то лежит Документы Нет Я думаю Это да Это из какой ткани Не сделано Но это хорошо Так Место хранения Сюда можно убрать Допустим Подушку Одеяло И Простынь Вот Такое место хранения Мне нравится Тем более В спальне Да Думали Что Кровать Или диван Ну Кровать Кровать Знаете Вы пришли Друзья И кровать А вот Кровать Диван Такая Штучка Мне кажется Удобная И Нам всем Понравились Вот Жесткие Подлокотники Опять же Удобно Все поставить Ой Ну конечно же Ну конечно же Вот видите Как Я ноги Показываю Твои Видите Цвет Венге И Шоколадный Такой диванчик Ткань Можно было Выбрать Любую Любую Какую Вы хотите Но мы Выбрали Вот такую Опять же Не мы Я говорю Мы А то скажете Сыну Навязываете Нет Мы показали Ткань Выслали Мы ему Показали Сам диван Не один Сколько Мы с тобой Ходили Диван Выбирали Этот Ему Не понравился Тот Не понравился Здесь Вот Добавить Вот это Здесь Вот это Ну А сейчас Нам надо Натреть Удачную За посылкой Да Я заказывала Почему-то Вот твои ноги Входят А Вот Волосатые Ножки Мужские Нравилось Я хожу Почему шлепала Потому что я в этих В тапочках Таких Вот видите Ваша Не покупала Тапки Свои Еще Никак Не найду Или Купич Тольщики Немножко Подвинем Ближе К стенке А почему А зачем Там Проход Там Можно Поставить Торшер Хотя Я сомневаюсь Он не любит У нас Никакие Торшеры Но С одной Сторон Может Правда Ему Подсказать Захочет Нет Поставить Торшер Лампы Будет Читать Или Там Что Удобно А Девочки Еще Что Удобно Можно Вот Допустим Вот эту Вытянутую Часть Поставить С другой Страны Да Но Нам Не надо Нет Мы брали Вот специально Еще Мы уточнили А Продавец Консультант Сказала Что Вы можете Переставить Это модульное Такое Как хотите Так поставите Сегодня Вы решили Так Завтра Вы по другому Вы посмотрите Какая Идиллия Ты Мой Шладкий Мишель Злата Саманта Сейчас Я ее Расчесала Она взяла И По этому Дивану Прямо Мордочкой Проехала Пойдем Дегрю Лохматая Получилась Да Ну все Поехали Мы теперь За посылкой Заказала Посылку Так как Уходовую У меня Осталось Немного Я на этом Уже Сайте Заказывала Мне понравилось И уходовая Косметика У меня Вот прям На нуле Практически Поэтому Съездим И Заберем Но Вот еще Проблема У нас Такая Что Пришла эта посылка Еще какого У меня 19 И нам Не сообщили Первый раз Такое В Твери Такого не было В Твери Как закажешь Как придет И сразу же В Саратове Тоже Второй раз Из двух посылок Второй раз Да Я допустим Заказывала Текстиль Для дома И на подарок Сестре Кто не видел видео Будет ссылка Какой подарок Мы дарили Если бы мы сами На сайте Не посмотрели То подарок Дню рождения Не получили бы Он бы лежал Мы бы переживали Не знаю Сегодня выясним Почему Компания СДЭК Вообще Они должны были Звонить СМС Присылать Нам там Сначала позвонят Потом СМС Пришлют Потом Позвонят Спасибо что получили И еще перезвонят Оцените Да По пятибалльной шкале Не пойму Почему В Саратове Такая проблема Но сегодня Мы девочкам Зададим такой вопрос Мне просто интересно Посылки-то я заказываю Покупки-то я совершаю И что Я должна постоянно Сама смотреть Иногда вот Закрутишься Завертишься Так Ну что Александр Встань пожалуйста Ты уже кофе допил Как вам диван Пишите Мы вот такой вот диван Такой конфигурации Именно хотели Для сына в спальню Тут уже В Сашиной комнате Сына Зластена На новом диване У него Приспособилась Хочу сказать Что Животные Ёрки наши Злата Мишель И Саманта Блакайс Гармонично Вошли В эту квартиру Никакой Настороженности Ничего И знаете Все Произошло По правилам Как и должно быть У нас же нет Кошки Да А есть Три собаки А в квартиру Должна войти Именно кошка Вот так у нас И случилось Откуда взялась кошка Я вам расскажу В следующем видео Кошка 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 Кошка